МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Накануне своего официального визита он дал интервью агентству Казанформ. По его словам, Чехия рассматривает нашу страну как ключевого игрока в Центральной Азии. Сегодня две республики активно наращивают взаимную торговлю. За последние 20 лет ее объемы выросли с 60 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов. Я рад видеть стабильный рост торговли и надеюсь, что эта тенденция продолжится. Однако все еще есть значительный потенциал, который можно реализовать. Многообещающие области для сотрудничества включают энергетику, инженерию, сельское хозяйство и гражданскую авиацию. Мы можем исследовать развитие новых технологий, таких как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, возобновляемые источники энергии и медицинские устройства. В Алматы полицейские раскрыли многомиллионную мошенническую схему в спецсонах. Злоумышленники умело подделывали документы, меняли уникальные коды автомобиля и незаконно ставили машины на учет. Оперативники обнаружили больше 150 таких машин, а общий ущерб превысил 320 миллионов тенге. Сейчас стражи порядка расследуют 17 уголовных дел по факту мошенничества. В поступной деятельности установлена причастность работников спецсонов и так называемых посредников. На одного дропера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается. Между тем, в этом году казахстанцы оформили более 30 тысяч госномеров повышенного спроса, сообщает портал Тенгри Авто. Самыми дешевыми из этой категории являются номера с одинаковыми буквами и цифрами по типу 0,10, 0,20, 0,30 и так далее. Их стоимость составляет 57 мрп, это около 210 тысяч тенге. Самые дорогие знаки с цифрами 001, 002, 003, 37 и также с одинаковыми буквыными обозначениями. За них нужно заплатить 285 мрп или более миллиона тенге. Для сравнения, обычный гуснормер стоит чуть больше 10 тысяч. Тем временем в северной части Аральского моря увеличился объем воды. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Там отметили, что это результат внедрения водосберегающих технологий на рисовых полях. Казалардинским аграриям удалось сэкономить 200 млн кубометров воды, которые в итоге были направлены в Орал. Таким образом, только в поливной сезон в море поступило в три раза больше воды, чем в прошлом году. А чтобы фермеры охотнее применяли экономные поливные системы, им увеличили субсидирование затрат на их внедрение с 50 до 80%. Причем, как сообщили в Минводы, в ближайшие три года размер субсидий вырастет еще на 5%. В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили казахстанские лесники. В стране на защите зеленых насаждений целая династия. Общий стаж семьи Амановых из Павлодарской области насчитывает 230 лет. Лесничеству с начала прошлого века посвятили себя почти все члены семьи Амановых. После окончания университета приехал, много было заявок, чтобы я остался в городе Алмате, продолжал работу в лесопроекте. Но так как я житель села Чалдай, для поднятия своего села, так как в данном селе нехватка специалистов была, приехал в свое село, начал работу с лесника, то есть с самых низов. На сегодняшний день я занимаю должность заместителя директора шалдайского филиала. Данная работа в сфере лесного хозяйства мне очень нравится. Отмечуя сегодня, площадь лесного фонда в стране превышает 30 миллионов гектаров. На защите леса стоят больше 17 тысяч лесников. В этом году им в два раза увеличили зарплату, и сейчас она составляет в среднем 300 тысяч тенге. А вот для их коллег, спасателей, которые тоже в эти дни отмечали профессиональный праздник, в Шимкенте открылось новое пожарное депо. Оно будет обслуживать несколько микрорайонов с населением больше 50 тысяч человек. Здание полностью оснащено всем необходимым, созданы условия для спасателей, включая помещения для отдыха. Отмечу, что прежде пожарное депо долгие годы находилось в неспроиспособленном нетиповом помещении. Новое же отвечает всем современным стандартам. Здесь для пожарных все предусмотрено. Здесь боксы соответствующие, есть помещения для отдыха, спальные помещения, кухонные помещения, раздевалка для сотрудников, душевые кабины. И соответствующие кабинеты здесь есть для хранения пожарно-технического вооружения. Все здесь типовое здание, все предусмотрено. Как пояснили в ведомстве, они намерены разгрузить пожарные части, ведь Шымкент растет, появляются новые микрорайоны, так что в ближайшие годы в мегаполисе построят еще 10 пожарных депо. Общая стоимость проекта оценивается в миллиард тенге. Напомню, накануне новую пожарную часть в столице посетил президент Тукаев, он подарил спасателям спортивный инвентарь. К другим темам. В Алматы завершился престижный теннисный турнир ATP 250 Алматы Open. Его победителем стал Карен Хачанов, для которого это уже седьмой титул за карьеру в одиночном разряде. После этой победы российский теннисист поднялся на две строчки в мировом рейтинге и сейчас занимает 24 место. В честь же нашей страны в одиночном разряде защищали Амир Амарханов и Михаил Кукушкин. К сожалению, дойти до вершины им не удалось. Отмечу, турнир проходил с 13 по 20 октября. За звание лучших боролись теннисисты из первой сотни мирового рейтинга. А карагандинцы, между тем, смогли собственными глазами увидеть комету века. Такую возможность им предоставил астроном-любитель Дамир Каримов. Он установил телескоп в Центральном парке и предложил горожанам бесплатно взглянуть на космическое шоу. Сам карагандинец настолько увлекся галактиками, что начал глубоко осваивать науку и купил себе телескоп. Комета, по словам Дамира, в ближайшее время исчезнет из виду и появится вновь нескоро. 12 октября она приблизилась к Земле на расстояние около 70 миллионов километров. Это ее ближайший подход к нашей планете за последние 80 тысяч лет. Сейчас небесное тело можно увидеть даже в бинокль. Глыба льда, которая летит в космосе, в целом непримечательна. Когда она подлетает к Солнцу, она начинает таять, плавиться. И у нее появляется всем известный хвост, который, наверное, все в детстве видели. Это как за самолетом такое облако, так и за кометой летит. Еще буквально несколько дней, может быть, неделю максимум, она будет доступна для наблюдения в бинокль. Ученые, между тем, обещают казахстанцам еще и осенний звездопад. Метеорный поток Ориониды достигнет максимальной активности в эти дни. Поэтому все взгляды в ночное небо. Ну а я с вами прощаюсь до вечера в 19.30. Подведем итоги в программе «Новое время». Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова